Всем привет! Сегодня мы рассмотрим Citroёn C5 второго поколения. Удивительно, но в рекламных компаниях эта машина сравнивалась с немецкими конкурентами. Мол, он собран с немецкой точностью. Интересно, что же в нём такого точного и можно ли сравнивать его с немецкими автомобилями. Итак, встречаем, Citroёn C5 второго поколения. Citroёn C5 выпускался с 2007 по 2017 год и был доступен в кузове седана и универсала. Универсал есть ещё во внедорожном исполнении CrossTourer, но полный привод для этой машины не предусмотрен в принципе. Родственником Citroёn C5 второго поколения является Peugeot 407. Всё то же самое, но с львиным обликом и без гидропневматической подвески. Этот Citroёn сделан дороже, материалы интерьера добротнее. Выглядит в этом поколении он обычно не экстравагантно, но единственную шалость, которой позволили себе французы, и та скрыта. Но её можно найти, если присмотреться к заднему стеклу. Оно вогнутое. То есть это единственное, что в этом поколении позволили себе дизайнеры и конструкторы. В остальном же Citroёn C5 второго поколения выглядит так же скучно, как и немецкие конкуренты. Ну, может быть, так и задумывалось. Но, как вы знаете, наши обзоры не о форме фар и упругости кнопок. Сейчас мы вам расскажем, как всё это служит и как ломается. Кузов этой машины долго противостоит коррозии и обычно никаких проблем с ржавчиной не имеет. Однако десяток зим и обильно посыпанные реагентами дороги всё-таки пробивают надёжный слой цинка. Всё, что подвергается пескострую, ржавеет. Первыми обычно сдаются передние крылья. Если вы увидели вспучивание краски на крыльях, то, скорее всего, коррозия уже бурно развилась внутри колёсных арок. На самом деле ржавый Citroёn C5, особенно в области порогов и днища, не такая уж и редкость. Следите за кузовом автомобиля, не жалейте деньги на мойки, а также внимательно выбирайте автомобиль при покупке. В приводе стеклоочистителей у Citroёn C5 H2 электромотора. Так вот, годы истекающая по лобовому стеклу вода приводит к коррозии стальных корпусов этих электромоторов. Когда коррозия образуется по кромке этих корпусов, то внутрь попадает вода и начинает угрожать электронной плате. Со временем, как правило, правый дворник перестает работать. Обычно его удается оживить у хорошего электрика. Как правило, на плате выгорает одна микросхема, так называемый LIN-трансивер. Можно не заморачиваться, а купить нужный сервопривод на разборке. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Вообще, чтобы вода не попала в электромотор стеклоочистителя, нужно чистить дренажи под лобовым стеклом. Если коррозия сильно побила корпус и крышку электромотора, то ее нужно снять, зачистить, покрасить и установить на место, хорошенько обработав герметиком его стык с корпусом сервопривода. Недорогая, но частая проблема – отсутствие цвета из подсветки номера. Это вызвано тем, что в плафоны попадает вода и реагенты, и это приводит к коррозии контактов. Частенько, когда вытаскиваете лампочку, то ломаются ее контакты-держатели. В общем, плафоны можно купить китайские светодиодные и установить вместо штатных. Если у Citroën C5 перестал работать один из задних фонарей либо же какая-то секция, то обязательно осмотрите электроразъем. Скорее всего, он оплавился. Все обычно начинается с оплавления минусового контакта. Самое надежное решение в этом случае – замена оплавленного электроразъема с использованием новых контактов. Датчики парковки нередко промокают, о чем говорит ошибка по одному из них. Обычно эта ошибка появляется в сырую дождливую погоду. В общем, датчики можно купить на разборке в «АвтоСтронг» или заказать из Китая. Стеклоподъемники передних дверей – очень распространенная проблема этих автомобилей. Дело в том, что стекающая вода по передним стеклам попадает на тросик механизма стеклоподъемников. Тросик ржавеет, лопается, и во время движения стекла будет слышен характерный стук. Реже изнашивается направляющий ролик трапеций стеклоподъемников. Весь механизм стоит $60. Замена стандартная после снятия обшивок. Со временем передние двери в Citroën C5 перестают фиксироваться в промежуточных направлениях. А причина в износе фиксаторов. Фиксаторы помещены в коробочке и встроены в верхние петли. Так вот, если эти фиксаторы еще выполняют свою функцию, то добавьте туда смазки. Если уже не выполняют, то тогда придется покупать новые вместе с петлями. Стоит $65 за штуку и красить их в цвет автомобиля. Корпус ключа у Citroën сильно изнашивается, буквально даже протирается. Вдобавок, вот это жало может отвалиться. Ключи можно заказать из Китая, как пустые, так и со внутренностями. Если заказываете со внутренностями, то его можно привязать к машине. Для этого нужен карпас или же пин-код, который состоит из четырех цифр. Этот пин-код был напечатан на пластиковой карточке и прилагался к каждой машине. А вот если пин-кода нет, то его придется добывать считыванием микросхемы из блока BSI. На пятидверных Citroën, то есть универсалах, начинает барахлить под рулевой переключатель. Который начинает произвольно включать задний стеклоочиститель или стеклоомыватель. В общем, в этом случае надо заменить стрекозу. Можно поставить бэушную, но надо поставить ту стрекозу именно от того производителя, что была и сломанная. То есть от Valio либо Delphi. Небольшой дисплей с оранжево-черной графикой, вот прям как в нашем случае, со временем начинает темнеть. Эту беду лечат, не снимая дисплея. А вот если автомобиль оснащен цветным дисплеем, который побольше, то со временем он может покрыться зелеными пятнами. И это происходит из-за попадания воздуха. Так вот эту беду лечат разглаживанием дисплея пластиковой картой, ну либо другим похожим инструментом. Интерьер Citroën C5 сделан качественно, но с годами появляются следы эксплуатации в местах частого контакта с пальцами. Особенно неопрятно начинают выглядеть вот эти прорезиненные кнопки на рулевом колесе. Также трескаются и шелушатся чехлы на рычаге либо селекторе КПП, а также на рычаге стояночного тормоза. Если автомобиль, как в нашем случае оснащен электронным ручником, то вот этот вот хром вокруг кнопки начинает трескаться и шелушиться. На боковинах спинок кожаных передних сидений есть декоративные накладки, которые легко ломаются, если сидоки начинают тянуться на заднее сидение. Так вот, ремонт креплений этих штуковин изучен. Надо вживить в них шпильки либо болты диаметром 3 мм, сточить шляпки, а затем установить на место с использованием новых креплений. Обратите внимание, как у Citroen C5 устроена собачка для отпирания страховочного замка капота. Так называемая петелька, которая вынесена сюда, ближе к логотипу и соединена с самим замком тросом. В общем, сам трос и оплетка со временем набиваются грязью и водой, и в первые морозы это приводит к тому, что вот эта лопатка отламывается, либо же сам тросик лопается. В общем, перед сезоном лучше вот этот тросик заменить на новый, либо же все тут почистить и хорошенько смазать. Еще на рычаг страховочного замка можно установить лапку, которая штатно устанавливается на Peugeot 407. Она просто устанавливается садиться на рычажок. Да, она будет сидеть глубоковато и будет проблематично дотянуться пальцами, но можно чем-нибудь тыкнуть, чтобы открыть капот. Ну и плавно переходим к двигателям. С двигателями у Citroёn C5 второго поколения все хорошо. Почти каждый из них можно рекомендовать к покупке, но стоит очень внимательно и осмотрительно отнестись к турбобензиновому либо просто бензиновому двигателю объемом 1.6. Это двигатели принц. Так называемые всеми любимые EP6. Детище компании BMW. У этого двигателя было немало проблем, которые дилеры устраняли по гарантии. Также в нем что-то улучшали, но в итоге получилось так себе. У нас есть подробнейший обзор на этот мотор. На это чудо! Если этот двигатель без капремонта дожил до пробега в 200 тысяч километров, скорее всего, в нем меняли масло каждые 8 тысяч километров. Так вот, при таком пробеге ждите расход масла через маслосъемные колпачки. Если покупаете такую машину на вторичном рынке, то внимательно отнеситесь к диагностике цепи ГРМ и состоянию цилиндров. Это особенно актуально для турбированных EP6, как в нашем случае. Еще у турбированных моторов не сильно долговечный топливный насос высокого давления, отвечающий за непосредственный впрыск топлива. Атмосферный же EP6 проще. Впрыск у него распределенный, но его тоже надо держать в чистоте. А именно, почаще менять масло. И стоит ожидать, что цепь ГРМ едва ли пробежит 120 тысяч километров. Другие бензиновые двигатели всегда атмосферные и французские. Родом из 90-х годов. Простые, незамысловатые и никогда дорого не ломаются. Могут лишь неторопливо течь маслом по клапанным крышкам. И стоит помнить, что они нуждаются в замене ремня ГРМ каждые 60 тысяч километров. У нас на канале есть подробнейший обзор этих моторов. Также мы обозревали еще трехлитровый атмосферник. Это простой, невыдающийся мотор. Мощность у него невыдающаяся, но большой расход топлива. Этот простой, по своей сути, мотор обзавелся фазовращателями, которые могут беспокоить каждые 150 тысяч километров. Дизельные двигатели у Citroën C5 свои, французские. Они кажутся более интересны с точки зрения технологичности, с точки зрения мощности и экономичности. Всего для C5 было предложено шесть дизельных двигателей, если судить по их рабочему объему. И сразу вам небольшой спойлер. Ну, капризных и плохих моторов среди этих двигателей нет. То есть систематических слабых мест и недостатков буквально нет. Если мотор обслужен, не залит маслом ни в районе прокладок, ни по впускному тракту, ни дымит, ни трясёт, ни пыхтит газами из маслозаливной горловины, то с ним в целом всё в порядке. Состояние форсунок лучше всего оценивать на слив по объективным данным, то есть по измерению скорости и равномерности слива топлива в обратку. Сразу отметим, что большинство этих турбодизелей оснащены сажевым фильтром типа FAB. Так вот, этот фильтр нуждается в присадке Iolis. Трёх с половиной литровый бак для этой присадки находится под бензобаком, а заправочный штуцер – за задним левым колесом. Одного литра этой присадки хватает на 150 000 км. Эта система очистки выхлопных газов не такая уж и хлопотная, то есть её не часто удаляют. Младший двигатель – 1,6-литровый HDI. Его первоначальная версия имела 16-клапанную ГБЦ, более поздняя – 8-клапанную ГБЦ. Топливная система Siemens, то есть пьезофорсунки. На нашем канале мы разобрали оба этих мотора. Обязательно посмотрите, кому интересно. Нередко возникают проблемы со жгутом электропроводки в моторном отсеке, что выражается в ошибках. В ошибках по дозирующей заслонке, по педали акселератора, также по другим сбоям в системе. Частенько это связано с тем, что двигатель глохнет. А теплообменник EGR после утраты герметичности становится причиной парения из выхлопной трубы, и вообще становится источником снижения уровня антифриза. Двухлитровые двигатели оснащены топливной системой Delphi, которые буквально на коленке ремонтируют с помощью клапанов-дозаторов из Китая. Жгут моторной проводки в автомобилях с этим мотором чувствует себя хорошо. А вот неисправность концевика стоп-сигнала может привести к сбою круиз-контроля, а также к тому, что двигатель будет не запускаться. 2,2-литровый турбодизель встречается реже. У него топливная система Bosch, а за надув отвечает модуль из двух турбин. Это редкий четырехцилиндровый битурбодизель. Но в целом он является близким родственником 2.0 HDI, и поэтому делит с ним те же проблемы. Флагмановские дизельные двигатели на Citroen C5 – это битурбированные «шестёрки» объёмом 2.7 и 3.0 HDI. У младшей версии топливная система Siemens, у старшей – топливная система Bosch. Эти двигатели очень зависимы от системы охлаждения. Перегрев может случиться буквально после 50-100 км пробега при полёте на скорости свыше 120 км в час. Двигатель просто приварит вкладыши. Остальные проблемы в принципе мелочи. Мы разобрали этот мотор, подробно о нём рассказали, порассуждали о его маслонасосе, а также о сорте масла. Ну а теперь поговорим об автоматах. С бензиновыми атмосферниками рабочим объёмом от 1.8 до 3 литров используется старая трансмиссия AL4. Она многократно улучшалась, но так и не обзавелась надёжными соленоидными клапанами-модуляторами давление. Если эта трансмиссия начала пинаться, то надо съездить на небольшой ремонт по замене отказавших соленоидов. Всё остальное мы подробно изложили в нашем обзоре на канале. Так что, если кого интересует эта трансмиссия, обязательно поищите и посмотрите. С бензиновым турбомотором и со всеми дизелями объёмом от 2 литров установлен автомат Aisin TF80SC. Если честно, то меняйте в нём масло каждые 60 тысяч километров, и бед не будете знать. Единственное, что с ним может случиться при больших пробегах, это порванный уплотнитель поршня C2. При такой проблеме трансмиссия начнёт безнадёжно буксовать на 4, 5 и 6 передачах. Надо срочно ехать на ремонт, надо будет заменить поршень C2 и все фрикционы этих трёх передач. Ну, а всё остальное мы изложили в нашем подробнейшем обзоре на канале. Интересует эта трансмиссия, обязательно посмотрите. 1,6-литровый атмосферник и 1,6-литровый турбодизель работают в паре с трансмиссией роботизированной EGS6. Это редкий экземпляр, и по нём не так много специалистов. Надёжность у него неплохая, хорошо диагностируется и нуждается в замене масла. Кстати, этот редкий экспонат мы тоже разобрали, так что кому интересно, айда посмотрите на нашем канале. Кстати, Citroёn C5 может удивить тем, что рычаг селектора АКПП невозможно сдвинуть из паркинга. И это происходит из-за того, что вышло из строя реле, которое отвечает за механизм блокировки. При многократных нажатиях на педаль тормоза реле может и ожить. А вообще, это реле стоит пару долларов и располагается под рулевой колонкой в блоке предохранителей. Механические КПП на Citroёn C5 2-го поколения беспроблемные, но хлопоты начинают из-за закисания и обрыва тросов, соскакивания наконечников с механизма выбора передач. Тросы и механизм снаружи на МКПП нужно чистить и смазывать. Некоторые владельцы дополняют блокер переднего левого колеса, так как в нём со стороны моторного отсека очень огромная брешь, через которую на механизм КПП летит слишком много грязи, которая вызывает проблемы с тросами от кулисы. А теперь мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и в отличном состоянии продаём с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл? Обязательно позвоните в «МотоСтронг». Ссылочки я оставлю в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Радиаторы кондиционера и радиатор двигателя надо чистить снаружи от пыли и грязи, потому что из-за этого появляется дыра в радиаторе кондиционера, а дыра появляется сразу под вентилятором. Ещё и трубки к радиатору кондиционера со временем теряют герметичность на соединениях. После этого приходится менять трубки и перезаправлять всю систему. Электромотор вентилятора у Citroёn C5, особенно у дизельных версий, а также у 2-литровой бензиновой версии это больное место. Если вентилятор перестал работать и начинает работать от толчка рукой, то значит у него подвисают угольные щётки. Ещё со временем происходит окисление на электронной управляющей плате. Щётки вентилятора можно поменять или хотя бы разработать, чтобы они не подвисали. Сегодня некоторые мастерские предлагают вариант ремонта электронной управляющей платы вентилятора, а новый вентилятор оригинальный стоит $430. Есть хорошие заменители по $120. Правый локер совершенно не защищает двигатель, поэтому вся грязь, вода и так далее летит на шкив коленвала и его ремень. Так вот, из-за этого ролики шкива изнашиваются быстрее. Эту брешь можно заделать самодельными щитками, либо же купить оригинальный локер, который был доступен для некоторых версий Citroёn C5. Citroёn C5 встречается с сервоприводом стояночного тормоза. Это хлопотный механизм, но его уже научились ремонтировать. Меняют потрескавшиеся рубашки тросов, заменяют лопнувшие пластиковые шестерни в его редукторе. Вы можете найти в продаже уже восстановленные сервоприводы, которые продаются примерно за $170 с условием замены на ваш неисправный механизм. Тоже отличает Citroёn C5 от одноклассников и его ближайшего собрата – Peugeot 407. Так, эта гидропневмоподвеска называется Hydractive 3+. Состоит из семи сфер по одной сфере на каждую гидростойку, а также одна и две для регулирования жесткости передней и задней подвески. Соответственно, все это служит достаточно долго, надежно и проедет примерно 150 000 км. Сферы, которые являются гидроаккумуляторами, в которых есть мембраны, разделяющие газ и гидравлику, сегодня ремонтируются. Гидравлические, амортизионные стойки с сухими уплотнениями гидроцилиндров тоже ремонтируются. Трубки, соединяющие все гидростойки, тоже без проблем меняются на новые. Как правило, утечки рабочей жидкости через соединение трубок приводят к тому, что подвеска сдувается и машина садится на брюхо. Если машина приседает на одну из осей, как правило, заднюю, а на асфальте по днищам нет никаких следов утечки гидравлики, а клиренс восстанавливается рывками при открытии водительской двери, то значит проблема в электроклапане жесткости задней подвески. Этот клапан находится в блоке задних сфер, к нему идет электрический провод. В общем, клапан надо снять и почистить. Заедает игла. Именно из-за заедания иглы клапана происходят вот такие чудеса. Гидронасос подвески живучий и его можно отремонтировать, но если он перестал качать, обязательно проверьте предохранитель на 40 ампер в блоке предохранителей, который находится под капотом возле аккумулятора. И еще на качество работы гидропневмоподвески, влияет на наличие в ее контуре пузырьков воздуха. Воздух можно стравливать. Ну и еще одно хлопотное место в этой подвеске – это закисшие или люфтящие в соединениях тяги датчика положения кузова. Лучше заменить эти тяги сразу. Они всего лишь стоят по $8. Спереди у Citroёn C5 двухрычажная подвеска. Как у гидропневматических версий, так и у пружинных версий, то есть подвеска одинаковая. Нижние рычаги, как в Макферсоне, треугольные и изнашиваются, как в Макферсоне, первым задний сайлентблок. Ходит примерно 120 000 км. Но при замене сайлентблоков задних, которые еще в народе называют «улитками», надо учитывать, какие подрамники у автомобиля, то есть стальные либо алюминиевые. То есть корпуса сайлентблоков отличаются. Передние сайлентблоки «Бублики» стоят по $20 за оригинал, есть заменители по $9. Шаровые опоры, на которых вращаются кулаки передних колёс, ходят примерно 200 000 км. При снятии закоревают. Стоимость 70 и 40 долларов соответственно. А вот сайлентблоки верхнего рычага – они долговечные, их 4 и стоят по десятке. Втулки стабилизатора продаются отдельно. Бывает аж 4 размера в зависимости от диаметра торсиона, поэтому это учитывайте. Ходят втулки примерно по 80 000 км. Оригинальные тяги стабилизатора стоят по $30, выхаживают примерно 60 000 км. Ступичные подшипники передние отдельно от ступиц стоят по $100. А вот задние подшипники идут вместе со ступицами, но стоят дешевле – $85 за штуку. В задней подвеске по 4 рычага на каждое колесо. Сайлентблоки оригинальные продаются только для самых крупных рычагов, да и то не все. Но зато для всех остальных рычагов можно найти неоригинал. У Citroёn C5 свои покупатели, многие из которых выбрали эту машину из-за наличия гидропневмоподвески. Она подкупает плавностью хода. Компоненты ее недороги, раз починил и забыл на 3-5 лет. Все дизельные моторы у этого автомобиля хороши, а бензиновый младший лучше брать на машинах моложе 2013 года. Неоспоримый плюс этой машины – это ее цена, потому что она значительно дешевле немецких конкурентов. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно! Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».